Право голоса есть у всех учеников с 5 по 11 классы. Процедура практически ничем не отличается от настоящих выборов. Школьникам дается один бюллетень. За порядком следят наблюдатели, а проголосовать можно в специальной кабинке. Что в рамках этого процесса мы даем нашим будущим лидерам? Это, безусловно, проявить свои способности, свои таланты, творческие, организаторские. Мы хотим собрать какой-то костяк в школе, который в дальнейшем сможет действовать на благо не только города, курорта Анапа, но и в целом Краснодарского края. Потому что те идеи, которые они выдвигают в рамках предвыборной кампании, действительно достойны внимания и уважения. Александр – один из самых активных воспитанников гимназии. Увлекается робототехникой, интересуется точными науками и входит в число постоянных участников городских игр «Что, где, когда». Несмотря на математический склад ума, в своей предвыборной программе сделал упор на идею создания журналистского проекта. Я собираюсь вести журналистский кружок. Мы будем делать стенгазету каждый месяц и вывешивать ее на всеобщее обозрение гимназии. Во-первых, это опыт лидерства, опыт очень важен в нашей жизни. Во-вторых, мне это лично интересно. Интересна организация, интересно управлять людьми. Президент будет представлять школу в ученическом совете и проводить познавательные и развлекательные мероприятия для классов. У каждого кандидата своя избирательная программа. Так как у нас все кандидаты из бывшего совета, я смотрел по их работоспособности. Насколько они были активны, насколько они работали и как много пользы они принесли нашей школе. Во-первых, это лидер, который привлекает за собой свою команду, учащихся в школе. То есть гораздо легче организовываются любые мероприятия в школе. Они помогают во всем, во всех мероприятиях. Также в городских участвуют. Облегчает управление советом старшеклассников. В организации выборов школам помогли сотрудники управления по делам молодежи, образования, а также территориальная избирательная комиссия. Президенты будут выбраны в 28 школах Анапы.